Сегодня разберём наиболее распространённые мифы из психологии, такие как «Нормальные люди к психологам не обращаются», «Алкоголь лучше психотерапии», «Скажите, куда идти и дайте волшебную таблетку». Эффективность медикаментозного лечения психологических проблем выше. Терапия – это слишком длинная и слишком дорогая история. Психолог должен быть идеальным человеком или суперменом. Здравствуйте! Знакомьтесь! Клинический психолог Виктория Бугрова. Виктория Бугрова – клинический психолог. Закончила бакалавриат по психофизиологии и магистратуру по психологии состояния человека. Прошла обучение методом КПТ, лично-соориентированной конструктивной терапии, телесно-ориентированной и групповой терапии. Опыт работы – 4 года, два из которых Виктория работала психологом в клинике по лечению психических расстройств и зависимостей. Ведёт персональную практику и терапевтические группы в психодинамическом подходе. Виктория – ассистент кафедры общей психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета. Преподает студентов бакалавриата и магистратуры индивидуальное, групповое и семейное консультирование «Живёт и работает» под девизом Владимира Бехтерева «Познать человека комплексно». Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Начнём с того, что я понимаю, и мы с вами обе понимаем, что психология, безусловно, относится к категории помогающих профессий, но не до такой же степени. Человеку всё равно, работая с психологом, нужно работать самому. Вот давайте начнём, собственно говоря, к барьеру. С одной стороны, говорят, к психологам обращаются только слабаки или ненормальные. С другой стороны, говорят, терапия нужна всем. Истина, как правило, где-то посередине. Слушаю вас. Действительно. Очень часто считается, что к психологу... Вот если ты хочешь к психологу, да, а там же есть тот корень «психо». Да, да, да. И это вообще что такое? О, боже, к психологу! Ты псих. Ты псих, ты ненормальный. И когда я в своём студенчестве начинала ходить к психологу, ну, на меня смотрели и так, да. Мы даже подходили и говорили, «Любик, ну ты же уже много ходишь, ну, может, хватит?» Вот в любом мифе, который мы сегодня будем разбирать, там есть действительно часть вот некой правды... Которая перевёрнута слегка. Да, она так прям сильно, даже я бы сказала, раздута. Да, вот как у нас здесь сегодня, и там прям вот так вот становится. И правда в том, что ко мне как к специалисту не приходят с чем-то хорошим. Ну да. Ко мне не приходят с счастьем, с радостью. Никто не говорит, позавидуйте мне, пожалуйста, потому что у меня всё так хорошо, да. Приходят действительно, когда испытывают какой-то дискомфорт. Что-то где-то неуютно. Можно ли сказать, что эти люди слабые? Ни в коем случае. Но это такая смелость признать, что мне нужна помощь. Я хочу по-другому. Я даже сейчас говорю, у меня мурашки идут, да. Я говорю, я хочу по-другому. Меня не устраивает. И это большая смелость. Это, наверное, очень ответственный человек, раз он решил, что можно с этим что-то делать. И, наверное, это ещё тот человек, который уже прошёл достаточно большой путь понимания того, что он не может сам справиться с этой проблемой. Вот это попробовал, вот это попробовал, вот это попробовал, а всё-таки там... И, возможно, есть какой-то успешный опыт у кого-то из круга, да, общение? Да. И для меня это всегда, в первую очередь, очень смелые люди. Потому что прийти к психологу, это ведь посмотреть туда так глубоко, а там не всегда красиво, не всегда приятно. И это сколько смелости нужно, чтобы взглянуть на самого себя, понять, а ты вообще из чего, а ты вообще какой. Тут признание своей слабости, признание своего несовершенства, это тоже очень важная часть терапии. И ещё, мне кажется, нужно сказать, потому что, ну, я подозреваю, что уже многие в курсе, но, может быть, кто-то не знает, что в слове, в одной из составляющих слов психология или психотерапия первая часть психо переводится с латинского как слово душа. Хорошо. И терапия нужна всем. Вторая сторона, вот это вот. Можно разделить типы клиентов и типы терапии. Иногда к психологу приходит, вот когда уже пожар, уже горит, всё, там беда, нужно тушить, пожалуйста, спасите, помогите, да, и чаще всего люди считают, что именно так. В моей практике таких всё меньше и меньше. Всё чаще ко мне приходит другой тип клиентов, потому что они хотят улучшать качество жизни. Это совершенно другой тип работы. Они говорят о том, что, ну, в целом меня всё устраивает, но я знаю, что я хочу лучше, я знаю, что это возможно. И это не какой-то, да, нарциссизм, о котором мы сейчас говорим, у нас век нарциссизма, все хотят за результаты. Да, конечно, такое тоже бывает. Но, как правило, это любовь к себе. Можно ли сказать, что это нужно всем? Ну, в утопическом мире вообще было бы великолепно, если бы все ходили. Если бы у нас, представляете, если бы преподаватели у нас были оттерапевтированы, да, врачи, никто не залезал бы в свои травмы. Школьные учителя, родители наши, да, да. Но это было бы так прекрасно, если бы я отдала ребёнка в школу, и там учитель не утверждается за счёт моего ребёнка. У него всё нормально, да. И он работает просто потому, что он профессионал, и потому что он любит это. Алкогой лучше психотерапии. Но в целом в культуре, вот именно, да, если мы говорим про российскую культуру, это присутствует, что, ну, лучше выпить, да, это будет проще, это хорошо работает, горе, а давай пойдём, там, выпьем, пахнем и так далее. Работает ли это? Кратковременно, да. Но это настолько дорого впоследствии. Потому что что такое алкоголь, алкоголь по своей сути? Это просто анестезия, это как бы, ну, такой вот вкол, да, для того, чтобы что-то не чувствовать. И мне в этом плане очень грустно на это смотреть, когда так происходит. Всегда хочется спросить, это что такого сейчас происходит в твоей жизни? Что ты пытаешься обезболить? Что ты не можешь вынести на трезвую голову? Поделись, да, расскажи, давай мы об этом... У меня достаточно места, у меня, как у человека, чтобы переварить это вместе с тобой. Работает ли? Ну, тут каждый сам выбирает, да. Мне кажется, если зуб болит, ну, лучше пойти к врачу, а не закидываться таблетками, чтобы это не чувствовать. Здесь ещё интересный момент. Алкоголь, в моём представлении, чаще всего, как анестезия, больше, ну, вот как будто бы к мужской половине, да? У меня немножко другое представление. Когда я работала в реабилитации зависимых, там не было такого разделения, что вот у нас мужчин больше, чем женщин. Сейчас вообще тенденция, что женщин больше. Почему нам кажется, что мужчины пьют чаще? Дело в том, что мужской алкоголизм, он очень часто буйный и видный, они его не скрывают. То есть пить мужику в нашей культуре нормальное дело. Привычное, допустимое, принимаемое. Да, после работы рюмочка нормальная, да? Главное, чтобы работал, главное, чтобы тихий был. Ну, окей. Женский алкоголизм в нашей культуре сильно порицается. Поэтому женщины пьют так же, просто они научились это скрывать. Готовит она себе что-то, и так по чуть-чуть. Следующий миф, он тоже как бы из двух частей состоит. Психолог скажет мне, что делать и куда идти. И тогда я пойду. И терапия сделает меня счастливым. Я жду от психолога волшебную таблетку. Да. Это я обожаю. Просто. Обожаю. Обожаю, да. Нам всегда хочется очень быстро. И поэтому хочется совета. Кажется, что психолог это какой-то гуру. Он вот, что, он зря учился, что ли? Что это? Я сейчас ему пять тысяч заплачу, и он мне не скажет ничего великолепного? Да. Я сейчас думаю, у кого-то из зрителей ёкнуло прям сразу пять тысяч за один час. Вы что? Мне тут всегда хочется сказать. А вас когда-то слушали целый час? Не перебивая. Я сомневаюсь. Вы знаете, я тут, наверное, немножечко как бы изменила ракурс. Потому что, например, я не в роли психолога совершенно спокойно могу послушать человека час. И два. Если человек интересен, он мне близок, он мне дорог, я переживаю за него, я могу ему помочь, я его активно слушаю. Но при этом я не обладаю специальными знаниями, чтобы не только выслушать, а ещё как-то помочь конструктивно. Вот в этом разница. Однозначно согласна с вами. Мне кажется, это настолько мы привыкли, что у нас учителя и родители поучают и дают нам советы, что мы как будто даже себе не представляем, что может быть по-другому. Может быть так, что человек мне помогает, но мы при этом на равных. И что при этом человек спрашивает, а ты как хочешь? А ты как думаешь? А тебе как? А тебе как хочется сделать? Потому что вопрос жаловаться, это вообще пожалуйста. То есть, как правило, человек приходит и говорит, мне не нравится вот это, вот это, вот это. Мы говорим, я это услышала, да, и сочувствую. Слушай, ты сейчас говоришь, очень тяжело как-то становится, как-то не по себе. А тебе что хочется? И тут ступор. А что у меня есть вообще выбор? Может как-то быть по-другому? Ну, действительно, да. По большому счету, очень сложно продать идею о том, что я тебе не дам совет, я тебе даже результат не гарантирую. Но это никак не отменяет того, что у психологов полная запись. Почему так происходит? Потому что, по большому счету, в чем суть моей работы? Я создаю условия, чтобы ты что-то про себя понял. В безопасной обстановке. Да, и я покажу, как эти условия создать, чтобы ты наконец себя услышал. И это не какая-то мифология, потому что человек приходится с конкретным запросом. Мы говорим, ты что хочешь? Я хочу вот это. Хорошо. И дальше начинается работа. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот так мы сейчас все дело подстроили, и ты наконец-то начнешь себя слышать. Пазлики подсобрали. И вот здесь психолог скажет мне, куда идти. И он может подсветить. Но сказать прям, иди туда, он не может. А подсветить может. Да, мы можем помочь принять решение. Вот это возможно. Я не буду принимать решение никогда за клиента, потому что это его жизнь, его ответственность. Но если ко мне человек приходит с выбором, я точно создам такие условия, где ему принять решение будет проще. И второй момент, вот то, что я больше всего люблю про магическое мышление, про вот эту волшебную таблетку. Человек же почему-то думает, когда даже идет к психологу, осознанно, ну как бы, тратит деньги на то, чтобы эту таблетку получить. Вот мне кажется, в этой части очень сложно человека свернуть, ну, в хорошем смысле слова, повернуть его в другую сторону. Что же такого происходит, что несмотря на то, что все-таки много публикаций, много книг, человек продолжает ждать идти к психологу за магической таблеткой. В какой-то мере, вот в удобоваримой дозировке нравится идея про магию. Потому что, когда ты наблюдаешь за процессом изменения в психике, это действительно так красиво и кажется так волшебно. И вот в формате, а что так можно было? Вот, но для этого, конечно, нужно очень много потрудиться. Красивый труд, красивый труд, много труда, усилия. И это важно. Другое дело, что не хочется. Вот, а когда не хочется, лучше уж какую-нибудь магическую таблетку найти. Почему так происходит? Скорее всего, потому что, если говорить о том, что вот вы сейчас будете регулярно ходить в терапию, вы будете трудиться, вам будет там тяжело, вы будете ответственны за свою жизнь, за то, что вы приносите, за те темы, за домашки, делайте или не делайте, вы будете плакать, вам будет больно. И вы будете за все это платить. Еще будете за это все платить. Это продать невозможно. И продать таблетку проще, да, рассказать самому себе, что тебе будет трудно, ну, кто за это пойдет? Конечно, лучше сказать, что будет легко. Да, тем не менее, вы сказали, что продать это сложно, но у психологов полная запись. Да. Это какая-то магия, потому что в комментариях постоянно пишут ужас, какая цена и так далее. При этом никто из профессионалов не страдает в плане клиентов. Хорошо, переходим к следующему, к следующему мифу. Опять он сдвоенный. Мои проблемы решатся за один сеанс. То есть вы должны решить мои проблемы за один час. Больше я не могу себе позволить потратить на вас ни времени, ни денег. На вас. Вообще-то на себя, в первую очередь. Хорошая была формулировочка, да, как будто я уже на месте этого человека. И второе, психотерапия, это годами выкачка денег. Во многом зависит от запроса. Вот с чем человек приходит? Приходит человек с тем, что ему сложно летать. Ну, неужели я пойду в детство? Ну, нет, конечно. Я дам ему базовые навыки для того, чтобы он смог справиться с этой тревогой. Займет ли это у меня больше 50 консультаций? Нет, ни в коем случае. А если человек приходит с темой межличностных отношений? Говорит, у меня проблемы. Тяжело. Как-то вот с мужчинами не клеится, с женщинами не клеится. Ну, как? Если человек жил с этой психикой, с этими нейронными связями 30 лет, у него 30 лет нейрончики, вот вагончики ходили по одному и тому же пути. Как я за одну консультацию ему новые построю? Создавать новые нейронные связи, это труд. Это же, по сути, что нужно сделать? Это нужно куча аминокислот, да? Это нужно прям вот туда, глюкоску туда потратить нужно, аминокислоты нужно туда потратить. Ну, это большой процесс. Жадный ли наш мозг? Он не жадный, если понимает, зачем ему это нужно. Если он понимает, что там, ну, что-то хорошее. И если я привык к хорошему, красивому результату, то, конечно, я легко туда иду. Если я не привык к дешевому дофамину, когда все легко, то тут проблем никаких не возникает. Но если я 30 лет жил с этой проблемой, сколько мне нужно времени для того, чтобы перестроить нейронные связи, чтобы новые сделать? Сейчас хорошая метафора мне пришла в голову. Представь себе наш оргсинтез. Это определенный химический завод, который работает по определенным стандартам технологии. И вот эти технологии, в силу каких-то причин, например, там, задачи поменялись, да, надо сделать продукт экологически чистым. Сколько всего нужно перестроить, сколько новых технических решений, технологических персонала подготовить нужно для того, чтобы это произойти. Здесь, я так думаю, что вы примерно об этом же говорите, да? Да, мне нравится очень ваша метафора. Потому что... Дарю. Спасибо. Мне очень нравится в этой метафоре то, что даже если процесс будет менее экономически выгоднее, я все равно буду делать по-старому. Потому что для перестройки мне нужно усилие. Поэтому действительно так происходит. И только если у нас действительно, вот возвращаясь к химзаводу, есть цель очистить вокруг себя атмосферу, сделать продукт экологически чистым, то есть переносить счастье сотрудникам, быть на каких-то там первых местах в каком-нибудь рейтинге самых успешных, эффективных и чистых заводов, то это тогда имеет смысл вкладывать на усилия, безусловно. И экономически вкладываться в это тоже придется, да? Финансово в это вкладываться придется, временно придется в это вкладывать, и, естественно, это потребует времени. Вот как хорошо мы с вами эту тему разобрали. Мне очень нравится. Ну, тогда мы можем с вами здесь резюмировать, что если кто-то из психологов предлагает вам, я решу вашу проблему за один сеанс. Да. Это? Это, скорее всего, какая-то будет история мотивационная. Я тебя заряжу сейчас энергией, и все будет замечательно. Это не психология. Это может быть, но нам же не интересно, нам же хочется, чтобы навсегда результат был. Вот если я хочу, чтобы у меня был результат навсегда, то, скорее всего, это будет не одна консультация. То есть если мы, опять-таки, пользуемся метафорой, и вот про алкоголь говорили, что это анестезия, то здесь один сеанс с обещанием замотивировать, как правило, вы говорите, то это энергетик, который через какое-то время потеряет свое действие и еще оставит привет печени, да? Да. Хорошо. И еще спать потом тяжело будет, скорее всего. Да, да. То есть мы говорим о том, что существуют разные модальности. Есть те, которые действительно, как бы изначально рассматриваются, как длительный сеттинг, а есть короткие модальности, как, например, краткосрочная решающая терапия. Но даже она, насколько я помню, предусматривает не менее четырех сеттинг. Это очень мало, на самом-то деле. Ну и все зависит от запроса. Да, с чем человек пришел. Двигаемся дальше. Психолог, безупречная личность. У него не должно быть проблем в личной жизни, иначе он плохой психолог. Ну вот это вот, ваша любимая, сапожник без сапог. И сюда же, сверхспособности психолога, который видит людей насквозь, умеет управлять поведением, мыслями других людей, он гений манипуляций, как, например, Шелек Холмс или доктор из фильма «Обмани меня». Да, еще туда же хочется добавить, что если у специалиста нет семьи или нет детей, он, скорее всего, не сможет мне помочь в рамках семьи или с ребенком. Точно. Рассказывайте. Вот это вот видение, то, каким должен быть идеальный психолог, все исходит от недоверия. А у вас точно есть образование. А что вы это? А здесь мы что будем делать? Вот в работе, когда такой клиент появляется, «А сколько вам лет?» «А вы меня как лечить будете? Опытом или дипломами своими?» Да, то есть вот такая вот… Это все, конечно, недоверие. И это нормально, то, что возникает такое недоверие. Это вообще нормальное желание быть уверенным, что ты идешь к профессионалу, что тебе там не навредят. А мы всегда об этом смотрим. А про что это недоверие? Да, что, скорее всего, человек всегда так не доверяет. Он где-то научился не доверять, к сожалению. Для нас это показательно, но нужно же что-то объяснить людям, почему это не так? Почему это так, и почему это не так? В любом мифе есть часть правды, есть часть неправды. В чем правда? Правда в том, что человек, который называется психологом, это человек, который умеет строить отношения. Мой основной инструмент это терапевтические отношения. И, ну, наверное, есть какие-то вопросы к тому, а как я строю отношения в своей семье? И это может быть семья, из которой я пришла, да, родители, а это может быть семья, которую я строю. Обязан ли быть у меня муж при этом? Нет. Обязан ли у меня быть при этом ребенок? Ну, тоже не обязательно. Для того, чтобы помочь человеку. То же самое, что чтобы вылечить от шизофрении, должен человек переболеть шизофренией. Ну, конечно же, ну, нет. Интересное утверждение. Да. Да, здесь вы хорошую штучку заметили, потому что, например, а вы почему не замужем, когда семейное консультирование. И тут, как бы, мы с одной стороны ограничены тем, что мы не можем давать клиенту информацию о своей личной жизни, с другой стороны, он сам пытается нарушить границы и спросить нас об этом. И вот тут тоже интересный вопрос. Почему он нарушает границы? Что это за агрессия такая? Вот мой адрес. И очень сложно, вот пока мы не в сессии, можно здесь как бы сказать, что вообще-то у психолога, он же не родился психологом, когда-то мог быть не очень удачный брак. И это, на самом деле, тоже достаточно серьезная заслуга выйти из деструктивных отношений. Уйти или там разойтись с человеком тоже, по-разному разойтись, да, с которым тебя больше ничего не связывает. Вопрос с детьми тоже очень щекотливый, очень осторожный, решается по-разному. С родителями. То есть вот здесь как бы хочется обратить внимание, не надо трогать человека-психолога за его личные границы. Приходится как бы направлять вот это недоверие в обратную сторону, да? А что там происходит? А что ты чувствуешь? Ты сейчас задаешь этот вопрос, что с тобой внутри происходит? А там, конечно, страх, недоверие. И это не вызывает особо агрессии. Тут желание именно отнестись к этому бережно. Ты мой хороший, да, ты не доверяешь, где такой опыт сделал? Давай посмотрим, что там. И вторая часть этого вопроса про сверхспособности. Две реакции. Вот когда ты говоришь, что ты психолог, кто-то очень сильно напрягается, потому что кажется, что сейчас мои мысли прочитают, да, а там что-то такое, что ни в коем случае нельзя говорить. Либо наоборот, начинают на тебя все проблемы навешивать. Про особенности, про сверхспособности. Сверхспособности. Есть ли они у нас? Есть. Действительно. Ну, в какой-то мере это так. Только это не способности, наверное. Это навык, который я развила. Да. Все верно. Например, эмпатия базовая есть у всех, но мне понадобилось время для того, чтобы эту эмпатию подкачать. Могу ли я понять, что ты чувствуешь? Могу. Могу ли я узнать, что ты думаешь? Нет. Могу ли я понять, какие у тебя есть потребности? Я могу предположить и, возможно, я угадаю. Да? Вот именно вот эта сверхспособность, она в этом, что я чуть больше знаю про эмоции, чуть больше знаю про то, что человек действительно хочет. Но знаю ли я конкретно про тебя? Нет. Но я могу тебе помочь узнать про себя. Вот это вот ценность. Тогда получается, что вот в этом фейке сверхспособности не все, как вы и говорили, не все неправда. Да. Они действительно есть, но они стали результатом обучения, опыта, формирования навыка и умения этим навыком пользоваться. В чем отличие? В том, что я умею распознавать свои чувства, называть и справляться с ними. Если я чувствую злость, а я чувствую злость вообще-то. Я все эмоции чувствую. Я именно за счет того, что я психолог, я все чувствую, то, что со мной происходит, но я умею с этим экологично справляться. И вот это, да. Является ли это сверхспособность? Нет. Проще ли мне с этим жить? Конечно. Конечно, проще. И здесь такой хороший лайфхак. То есть это сверхспособности, которые вы приобрели и которые может приобрести любой человек, который будет заниматься психологией серьезно. Поступит на магистратуру, если есть высшее образование, будет читать хорошие книги, настоящие книги и заниматься самопознанием и ходить на психотерапию. Знаете, когда я поступала на психфак, к нам преподаватель сказал, Сергей Владимирович Петрушин, что 80% студентов это люди, которые решили прийти в профессию, не понимая, что они пришли решать свои собственные проблемы. Но это же очень дорого. Идти таким путем. Гораздо дешевле осознать, что у тебя есть проблемы и пойти в психотерапию. Дешевле обойдется, быстрее результат будет. Совершенно согласна. Не нужно получать психологическое образование для того, чтобы понять, что со мной происходит. Дешевле сходить к психологу. Это правда. Психология, это не наука. Я вам цитирую буквально. Человек, которого я очень уважаю, недавно сказала, что психология, это не наука, искусство. Мы здесь практически психологи, так же, как и медицина. С одной стороны наука, с другой стороны искусство. Правда в этом есть. У психологии плохая научная репутация, к сожалению. Почему так произошло? Во-первых, наука очень молодая. Если действительно посмотрите, она правда очень молодая. Когда появились практикующие специалисты в нашей стране, буквально когда наша страна появилась, а это 33 года, совсем недавно, только-только все дело это начало зарождаться. Поэтому очень много перекосов. И очень плохая репутация. Тут кто-то приписался, тут гвоздестояние, тут вот это, тут вот это. И все почему-то там считают, что нормально назвать себя психолог и астролог. Ничего против не могу сказать астрологии, гвоздестояния, тета-хилинга и так далее. Но это не научно. И когда вот эта история начинает перемешиваться, репутация действительно все худшает и худшает. Является ли это наукой? Конечно, однозначно является. Есть ли у нее особенности? Есть, потому что это не естественная наука. Да, это не биология, это не химия, это не физика. Мы работаем с психикой. А где психика? Психофизиологию мы можем померить. Мы можем померить, как работает моторика, как работает внимание. Мы можем предположить о темпераменте. Очень много. Но когда мы говорим о психике, ну, извините, да, я по сути работаю с тем, чего нет, что померить нельзя. И тесты здесь никакие не помогут. Все, что я могу, это почувствовать. Является ли это доказательством того, что это не наука? Ну, нет. Психолог-практик и психолог-научный сотрудник. Это два разных вида психолога. Тут это правда. И вот практическая психология, она без науки вообще никак, но похоже ли она на искусство, действительно похоже. Мне вот тут, наверное, хочется именно разграничить вот эту персональность. Когда это выходит на улице, это уже становится для конкретного человека. наука в этом плане, она очень широкими мазками берет, она сильно обобщает, и личность человека, вот конкретные его проблемы, они подтачиваются, они как бы становятся неявными. И это нормальный процесс. А вот когда мы уже работаем персонально с человеком... Бисерная работа уже. Бисерная. Даже, ну, я бы сказала, это нейрохирургия почти. Да, потому что значит, вот эта метафора с нейронными... Это не метафора, это действительно терапия, это вообще-то физический процесс, потому что появляются новые нейронные связи. Тогда... Клеточные, Нейрохирургические, нейрофизиологические. Да, да. И мы, по сути, тут как нейрохирурги. Чуть туда, нет, уже все, рука не двигается. Хорошо. Я сам себе психолог. И тут очень любят человек говорить, ты психолог, да тебе самому психологу нужно. Да? Как бы... Ну, вообще-то да. И как раз из-за того, что я психолог, мне однозначно нужно психологу. Мне нужно гигиену своей головы поддерживать. Спасибо, что навел меня на эту чудесную мысль. Да, пожалуйста, пойду. Вообще-то я уже годами в этой терапии, если что. И сам себе психолог... Вот, к моему сожалению, даже среди преподавателей психологии, именно научных, да, специалистов, очень часто ходит того, что, ну, а что, я сам себе не смогу, я же все знаю, я вообще-то докторскую написал. Окей, хорошо, тут ничего не сделаешь. А вот тем людям, которые готовы критически мыслить, я напомню про психологические защиты. Я не могу сама себя оперировать, я не могу сама видеть то, что я не способна увидеть. У меня есть бессознательное. Оно... У меня есть защиты. Как я могу сама себе быть психологом? Я... Я не понимаю. И вот в этой связи, пока мы не забыли, хочется обратить внимание на все-таки чрезвычайную и обязательную добровольность похода к психологу. И вот это извечное тебе нужен психолог, мужу моему нужен психолог, сыну моему нужен психолог, тещи, свекрови и так далее. Всем, кроме меня. Всем, кроме меня, да. Говорит о том, что... О том, что нам кажется, что проблемы во внешнем мире, но нам... Это вообще непродуктивно. Может быть, действительно, это и так, но результат от этого никакого не будет. Если я хочу управлять своей жизнью, то мне нужно понять, в чем моя ответственность от того, что со мной происходит то, что происходит. И тут же хочется добавить, если вы не хотите идти к психологу, не хотите, но если вы пришли, принимайте правила игры. И не навязывайте остальным, не говорите, а зачем тебе к психологу ходить, у тебя же все нормально, давай я тебя послушаю. Ну вот. Хорошо. Оставьте людей в покое. Да. Вот это прямо очень такая расхожая штука, с которой я очень часто сталкиваюсь. Ой, сейчас начнется, говорят мне. Терапия – это сплошное, сплошное копание в детстве или в отношениях с родителями. Даже говорить ничего не хочется здесь. Терапия – это сплошное копание в детстве. Ой, да что-то там копать, нужно бы проблему решать здесь и сейчас, причем здесь там моя мама и так далее. Я не могу точно сказать, будем ли мы копаться в детстве с каждым человеком. Все зависит от того, какой запрос. Вот если запрос предполагает, что нужно окунуться в прошлое, посмотреть, что там был за опыт, чтобы человек понял, почему у него так, возможно, придется. Если цель совершенно другая и она этого не предполагает, ну и ладно. Если у нас мама и папа есть у каждого, даже у тех, у кого папа отсутствовал, он у вас есть. Мы работаем с реальностью, субъективной реальностью человека. Оказали ли там влияние родители? Конечно, оказали. И нам, наша задача просто посмотреть, а что там внутри? Чьи голоса во мне говорят, когда я не могу сделать то или иное? Следующий миф. Терапия не нужна. Если можно просто выписать рецепт на антидепрессанты, лекарство эффективнее, чем психотерапия. То есть, чем разговорная или какая-то. Но тут в первую очередь хочется разграничить. Психолог, психотерапевт и психиатр это разные люди совершенно разные специальности. Психиатр и психотерапевт это медицинское образование. Люди должны и могут выписывать таблетки. Если мы вернемся к тому, что психики нет и личности нет, давайте подумаем, а на что действуют таблетки? Они действуют на клеточки, на нервную связь. Да, вернее, на нейронные связи, на мозг, на нервы, на конкретные клетки, на биологию. Есть ли там психика? Не совсем. И это очень разные процессы. Можно ли это объединять? Если нужно, то можно и нужно. Можно ли сказать, что одно лучше другого? Ни в коем случае совершенно разная направленность. Таблетками мы выравниваем биологию то, что невозможно извне уже починить. Психология это уже про внутренний мир, про психику, про восприятие, про мышление, про чувство, про ценности, про установки и так далее, и так далее. То, на что невозможно подействовать химически. Это все решает врач, не психолог. Психиатр решает. Это решает психиатр. И вот когда выравнивается что-то лекарством, препаратом, только потом начинается терапия, которая тоже, в общем-то, обязательно. Скорее параллельно, но точно обязательно. Но точно обязательно. Прекрасно. Хорошо. Гораздо проще получить результат, избавиться от проблемы с альтернативными практиками. Коучи, мотиваторы, гипнотизеры, астрологи. Кто там хироманты по порогу? Нет, не хироманты, а еще тетахилеры, ресурсологи и так далее. Мне вот тут не хочется никого критиковать. Хочется сказать, ну, попробуйте разное. Попробуйте и узнаете. Только обязательно попробуйте. Сходить к регрессологу, например, или сходить к астрологу и сказать, что он лучше, чем психолог, но при этом не побывав у психолога в еженедельной терапии хотя бы полгода, ну, как бы... Хорошо. А можно тогда сказать, что, например, коучинг, регрессолог, родолог и еще там какие-то направления, это все модальности психотерапии? Нет. Я думаю... Ну, вот насчет регрессологии, я не знаю, не уверена, но вот остальное, это очень близко к психологии, но это точно не модальности, потому что, если мы говорим про психотерапию, то у нас три основные модальности. Когнитивно-поведенческая психотерапия, психоаналитическая, психодинамическая и экзоциально-коммунистическая. И там еще гештальт где-то затесался, непонятно, то ли туда, то ли сюда, они все... Да, определиться никак не могут. Вот. Это три основные модальности, и в рамках них уже все остальные подходы работают. Отличие самое главное в том, что у этих модальностей есть теория личности. Они говорят о том, что личность состоит из этого, из этого, из этого. И каждый смотрит по-разному. Как смотрят на личность астрология, как смотрят на личность интегральный подход, как смотрят на личность и на патологию личности гвоздестояния. Никак. Соответственно, они не понимают, из чего личность стоит, в чем патология и как ее лечить. Просто это разные вещи, и все. В какой модальности вы работаете? Я работаю в психодинамическом подходе. Вот у нас остался один вопрос, он такой, знаете, на десерт. Хорошим может быть только платный психолог, и чем дороже, тем лучше. И вторая сторона этого же запроса, чем платить за разговор с психологом, зачем, вернее, платить за разговор с психологом, если я могу поговорить с подругой или другом. Прекрасно. Как появляется цена у специалистов? Хороший специалист имеет образование базовое, психологическое, имеет образование подходу, то есть он несколько лет учился в каком-то из тех подходов, которые я перечислила. Он ходит в личную терапию, и он ходит в еженедельную супервизию. И это дорого. Соответственно, человек постоянно обучается, он очень много вкладывает в свои компетенции. Значит ли это, что чем дороже, тем лучше? Не совсем. Потому что иногда цена может быть с бухты-барахты или просто для того, чтобы отсеивать, потому что очень много людей туда уже ходит. Значит ли это, что к дешевому ходить не нужно? Тоже не значит. Потому что это же может быть какая-то благотворительная служба или государственная какая-то история, где человеку платят зарплату. И для вас это бесплатно, а ему вообще-то уже заплатили. или это может быть начинающий специалист. И он говорит о том, что я студент, я начинающий специалист, поэтому дешевле. Значит ли это, что это хуже? Нет. Ну, а если как бы выключить профессионала, выключить душу, сказать, ну не хочешь, ладно, твой выбор, выбирай другого. Я свою цену назначил почему-то. Исходя из своих каких-то собрания. Конечно, не с бухты-барахты. И то, что у меня есть клиенты, это лишь подтверждение того, что я нахожусь в сообществе, у меня есть супервизоры, есть ассоциации, куда я хожу. Вокруг меня находятся профессионалы, которые бдят за тем, чтобы я с ума не слетела, да, с катушек. Разрыв цен, он невероятно большой. Вот как человеку, который не сведущ в этой области, ориентироваться в цене и в соотношении качества и цены. Это вот очень важно. На 2024 год город Казань 3-5 тысяч это нормальная цена за консультацию психолога. 50 минут, которая длится. В принципе, в Москве тоже примерно такая же расценка. Это нормальная цена. Можно ли пойти к психологу за полторы, за две тысячи? Тоже можно. Это, ну, то есть нужно посмотреть, что у него там по компетенциям, но скорее всего можно. Естественно, мы не успели проговорить абсолютно все мифы, которые мы насобирали за это время, но у нас есть прекрасные комментарии, где вы можете писать те мифы, описать те мифы, которые вас интересуют. И мы пригласим Викторию еще раз, чтобы она нам точно так же интересно, эмоционально и жило рассказала о тех мифах, которые вы, например, укажете. А я еще раз напоминаю, что у нас сегодня в гостях клинический психолог, преподаватель Института психологии и образования Казанского федерального университета Виктория Бугрова. Вам слово, Виктория. Я хочу, наверное, завершить тем, с чего мы начали. Глядеть вовнутрь себя, изучать себя, исследовать себя, понимать свои чувства. Это страшно, это смело, это очень болезненно. Но для меня это, наверное, самый быстрый и эффективный путь для того, чтобы сэкономить свое время. Вот раньше, когда я только начинала ходить к своему личному терапевту, мне казалось, что я плачу за ее время. И для меня было таким откровением понять, что так я же за свое время плачу. Стала ли я той личностью, которая есть сейчас, когда-нибудь без личной терапии? Я бы сказала, да, стала, но мне на это понадобилось бы 20-30 лет. И когда я плачу человеку за то, что меня слышат, за то, что создают вот эти условия для меня, я в первую очередь ускоряю свою жизнь. И заботюсь о себе. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем за внимание. Увидимся здесь же под парашютом. Хорошего дня или времени суток. Субтитры создавал DimaTorzok